В понедельник 26 марта 2018 года на канале Россия 1 состоится премьера сериала «Одна жизнь на двоих». Эта семейная сага будет идти в 21.00, по две серии в день, в будние дни. В этом видео вы сможете ознакомиться с кратким описанием серии и сюжетом сериала. 1941 год. Два юных друга Николая Черлышев и Егор Капитонов влюбляются в одну девушку Татьяну. Отца Тани арестовывают в Питере, и мать, чтобы не попасть под колеса системы, срочно уезжать с дочерью в Южно-Российск. Егор, комсомольский активист, занимается учетом людей в городе. Узнав про мать Тани, он понимает, что это способ манипулировать упрямой Татьяны, которая предпочла ему Николая. Егор решает дать мать и спасти Таню, но для этого Таня должна отказаться от родителей. Николай и Егор уходят на фронт. Татьяна провожает Николая, а Егор затаивает обиду. Татьяна устраивается вместе с матерью в госпиталь. Та чудом избежала ареста. Егор, воспользовавшись случаем, посылает Николая с опасным заданием на верную гибель. Николай исчезает после взрыва, а Егор получает награду и отпуск. После окончания войны Егор возвращается и сообщает о гибели Николая Татьяне. Таня, потерявшая на фронте маму, верит Егору и соглашается уехать с ним в Ленинград. А в это время Николая освобождают из концлагеря. Егор занимается карьерой и мечтает, что Татьяна полюбит его. Новый начальник благоволит Егору, а дочь начальника, 16-летняя Галина, влюбляется в Егора и ревнует его к Татьяне. Егора забавляет влюбленность девочки, он даже не подозревает, что она готова умереть ради любви. На Новый год начальник решает поговорить с Егором, ради дочери он готов на все. Он требует, чтобы Егор женился на Галине. Егор отказывается, Галина берет ситуацию в свои руки. Татьяна находит Николая и тайком посылает ему передачи в лагерь поселения. Николай устраивается в тюремном лазарете. Когда они встречаются, он видит свою любовь на последних месяцах беременности от Егора. Николай помогает Татьяне при тяжелых родах и позже, осознав, что был неправ, просит прощения и записывает ребенка на свое имя. Галина завоевывает Егора. Он узнает правду о Татьяне и Николае, но вынужден терпеть Галину ради карьеры. Теперь нет препятствий, чтобы жениться на ней. Отец Галины пошел на повышение в Москву и оставил на свое место Егора. Егор и Галина живут вместе, хотя он так и не полюбил ее. Прошло 40 лет. Таня и Николай живут в Южно-Российске с сыном Тани, которого Николай воспитал как своего. Теперь смысл своей жизни он видит единственного внуки Сени. Николай работает директором музея. Много лет подряд пытается найти клад на дне моря. Сеня попадает в сложную ситуацию после драки с сыном главы города. Ему грозит срок, и Таня обращается к единственному человеку, способному помочь – Егору. Она открывает ему свою тайну – Сеня и его внук. Егор соглашается помочь, ведь все эти годы он не забывал Таню. Но после того, как Егор вытаскивает Сеню из лап правосудия, он делает ход конем. Сеня попадает в неприветливый дом к капитонам. Галина, жена Егора и Ирина, его дочь, решают выжить Сеню из дома. Ирина догадывается, что Сеня может быть родным внуком Егора. Внучка Егора Настя влюбляется в Сеню. Они вдвоем поступают в подготовительные курсы журфака. На курсах в Сеню влюбляется Милка, близкая подруга Насти. Но Сеня уже влюблен в Настю. Однако он держит слово, которое дал Егору – держаться от Насти подальше. Тем временем у Ирины, матери Насти, развивается роман с евреем-диссидентом Шульцем. Вместе они собираются выпускать самый датовский журнал. В Южно-Российске Николай воюет за то, чтобы со дна моря подняли бесценный клад. Но его за пьянку снимают с должности директора музея. Галина мечтается избавиться от Сени. Ирина готова помочь ей в этом. Настя с Сеней усиленно готовятся к поступлению. Они занимаются английским в доме у Вилены, матери Эжена. Галина просит Вилену сделать так, чтобы Сеня провалился на экзамене. Мать Эжена подменяет билеты на экзамене по английскому языку. Но Сене удается не только самому блестяще сдать даже то, что не входило в программу, но и помочь Насте. Егор организует помощь Николаю в поднятии клада со дна моря. И тайком летит в Южно-Российск, чтобы вручить Николаю почетную грамоту. По просьбе Татьяны он не афиширует своего участия в поиске сокровищ. Настя не может понять, почему Сеня ушел из дома и отказывается с ней общаться. Она сильно страдает и даже предпринимает неудачную попытку отравиться. А затем, не зная, что предпринять, говорит Сене, что ждет от него ребенка. Сеня готов принять ребенка, но жениться на ней категорически отказывается. Николай страшно ревнует Татьяну, они ссорятся. Татьяна обижена Николаем, между ними вырастает стена. Шульц увлечен изданием журнала, Ирина старается во всем ему помогать. Узнав, что Шульц мечтает о новой пишущей машинке, Ирина крадет деньги у отца и делает Шульке подарок. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.